Всем привет! Вы на канале про политическое убежище в США. Сегодня мы говорим о том, что в России начали оппозиционерам отменять внутренние паспорта. Давайте попробуем разобраться, поможет ли это вам в получении политического убежища в США. Поехали! Итак, прошла новость. Даже, можно сказать, 9 раз прошла. Потому что уже 9 человек заявили о том, что они попытались найти данные своих внутренних паспортов и увидели на сайте госуслуги и там еще где-то, что паспорта аннулированы. В одной из таких новостей, когда было написано про аннулирование российского паспорта под одной из них, где-то в Телеграме, я не помню, на каком-то очень большом канале, я даже оставила немножко гневный комментарий. Почему? Потому что в этой новости было написано, что какая-то юристка из России прокомментировала эту отмену и сказала, что это кошмар-кошмар. Теперь люди эти, у которых аннулированы внутренние паспорта, они смогут обновиться и загранпаспорта, все это невозможно. Во-первых, все эти 9 человек, у которых аннулировали внутренние паспорта, находились за пределами России. То есть они выехали и там узнали. Это раз. Два. Когда человек выезжает из России, то его основным документом является загранпаспорт. Внутренний паспорт не является документом, когда вы выезжаете, ну, по крайней мере, для американских властей у них документ, да? Да, вы можете прийти с ним в посольство Российской Федерации в США, и тем не менее, вашим основным документом является загранпаспорт. К обновлению загранпаспорта отсутствие внутреннего паспорта никакого отношения не имеет. Вы можете поменять свой загранпаспорт без внутреннего. Этот комментарий был в корне неверный. Да, это немножко будет чуть-чуть, это будет сложнее, особенно если паспорт истек, нужно будет делать запрос в Россию. Там система такая, знаете, система ниппель, они чуть ли не с голубями этот запрос отправляют. Я все время это проходила, когда у меня еще не было гражданство в США, мне нужно было паспорт выезжать, и я ходила, паспорт у меня закончился. Короче, ребят, не рекомендую. Четвертый момент, крайне важный. Почему так взволновались те, кто уехали просить политическую убежище в США, мне непонятно. Адвокаты, как известно, делятся на две группы. Одна группа говорит, ничего страшного, ходите в посольство, ничего с вами там не будет. А другая группа адвокатов говорит, нет, не ходите в посольство, там с вами сделают ай-яй-яй, и вообще это плохо для вашего положения в США. Я не адвокат, но как бы я могу анализировать две эти точки зрения. Я считаю, что правы те, кто говорят, не ходите в посольство. Посольство любой страны на территории иностранного государства, это, ну, это, как бы скажем, кусочек страны. Кусочек страны. Вот здесь у нас есть кусочек России, и не только один, а еще есть консульство, то есть есть несколько кусочков России у нас есть, да. В Вашингтоне, в Нью-Йорке. Когда вы идете, когда вы приезжаете сюда, просите политическое убежище, потом идете за паспортом к ним, ну, предположим, вы получили политическое убежище, потом идете получать грин-карту, и офицер говорит, а я вот стесняюсь спросить, говорит офицер, это вполне реальный случай, как я сейчас вам рассказываю, а почему у вас паспорт получен уже здесь, российский, то есть вы же там показываете в грин-карте, запишете свои данные, вот такой-то паспорт, здесь получен уже, когда шли суды, или уже когда суд закончился и так далее. Почему вы демонстрируете толерантное отношение к документу и вообще к стране, от которой вы просили убежище? Вы от той страны, аж на другой континент прибежали убежище просили. Берут этот паспорт, получают грин-карту и начинают с ним путешествовать по миру. Вам потом за гражданством идти. И вот это вот использование, это называется использование бенефита, то есть страны, от которой вы бежали, вместо того, чтобы делать travel-refuge документ, тоже вызовет большое количество вопросов. В общем, я к чему? К тому, что когда все начинают кричать, просят политическое убежище в США и начинают кричать, ой, все пропало, все пропало, что же так, мы же не сможем обновить паспорт, то вопрос возникает, зачем вам паспорт? В США прекрасно можно жить без него, дай бог вы выиграли суд, выезжать можно по travel-refuge документ, специально по travel-refuge документ, то есть по специальному документу, чтобы так все переволновались. Но здесь есть пятый момент, крайне важный и последний уже в этом видео. Грамотный адвокат всегда найдет, как правильно донести вот этот вот аннулированный внутренний паспорт до судьи, до прокурора, ну или до офицера, если у вас интервью, вдруг я не знаю там, что у вас там проходит. Это крайне важный момент. Этот момент обязательно грамотный адвокат должен использовать в вашу пользу. Поэтому если вдруг, говорят, можно пойти на госуслуги, там посмотреть и так далее, идите смотреть. Если вдруг вы понимаете, что государство российское так озаботилось вами и так вас, ну скажем, презирает, не любит, не хочет, что аж аннулировал ваш внутренний паспорт, бегите к своему адвокату, ломая ноги, и говорите ему, смотри, вот этот момент нужно обязательно прописать. Используйте примеры. Я сейчас скажу пример, еще вы там сейчас все засмеетесь, а тем не менее я на нем буду настаивать. Когда уезжали диссиденты советские, им аннулировали паспорта. Я понимаю, что вынесла жениться, навряд ли с той стороны на меня смотрят второй Растропович и Галина Вишневская, навряд ли, хотя кто знает. Но, тем не менее, это очень показательно. Когда уезжали диссиденты, им аннулировали гражданство, у них отбирали, вот эти паспорта им аннулировали. Или еще один пример, это Эдвард Сноуден в обратную сторону. Почему Эдвард Сноуден оказался в России? Он вообще не собирался там быть. Он просто приехал, ему правительство Америки аннулировало паспорт, он больше никогда не смог выехать. Обязательно это используйте. И еще последний момент. В нашей группе в Телеграм я оставила историю некого Олега. В общем, этот человек приехал сюда, он был на стыке, это был 91-й год, Казахстан, Россия, то ли уже отдельно, то ли не отдельно, он приехал то ли с советским паспортом, то ли с каким. В итоге здесь он получил какие-то документы, а потом оказалось, что одна страна развалилась, другая развалилась. Короче, оказались разные страны, вместо Советского Союза оказались Казахстан и Россия. Ни та, ни та страна почему-то не дали ему гражданство. Этот Олег здесь отбывал наказание за грабеж, за вооруженный грабеж, за все подряд, по-моему, шесть раз уже. То есть он ходит в тюрьму, он снар, извините меня за выражение, не слезает. И при этом его страна никуда не может выслать. Я вас не призываю сейчас расслабиться, о, паспорт у меня аннулировали, все, значит, я пойду сейчас грабить. Нет, я к чему? Потому что вот этот момент с аннулированным паспортом обязательно нужно использовать, потому что даже преступника такого, как этот вот товарищ, его не могут никуда выслать, потому что его некуда высылать, он никакой стране не принадлежит. Поэтому обязательно вы уточните, что у вас аннулировали, когда, какой паспорт, как и что. И обязательно, повторю, Скажите своему адвокату И грамотный адвокат правильно вставит это в кейс И обязательно использует в суде в вашу пользу На этой супер положительной ноте заканчиваю Призываю на все подписаться Всех позвать, друзьям послать Всех люблю, целую, пока Субтитры подогнал «Симон»